Всем привет дорогие друзья, с вами я Виктор. MIUI 11 наконец-то пришла на вот этот вот замечательный телефон, это Xiaomi Mi 9T Pro. И в этом видео я хотел бы рассказать топ 15 фишек MIUI 11 на базе 10 андроида для телефона Xiaomi Mi 9T Pro. Итак, поехали! Итак, ребята, я уже обновился, значит заходим в настроечки о телефоне, как мы можем видеть, уже установлена MIUI глобальная версия 11.03 и Android 10 у нас. Вот так вот выглядит Android 10 и можно вот эти вот циферки. Да и надпись Android возить по экрану, и если двойным тапом нажать, циферка разворачивается. Это как я понял. Ну вот так вот поменялась анимация Android 10. Так, с этим все понятно, теперь перейдем непосредственно к обновлениям и фишкам. Переключаюсь на стандартный рабочий стол, то есть у меня был установлен Poco Launcher, а я переключаюсь на обычный лаунчер MIUI. Переключаемся, загружаются все у нас иконочки и, как мы можем видеть, первое отличие это, собственно, в иконочках. Иконочки теперь встали все одинаково внешнего вида, нет разнобоя, как было раньше, даже сторонние программы имеют внешний вид, ну то есть иконку, как все остальные иконки. Ну, как вы можете видеть, различные программы у меня установлены и все они имеют одинаковый внешний вид, то есть такой квадратик с закругленными краями. Вот как-то так. В целом, достаточно-таки неплохо, мне так нравится. Так, теперь переходим в настройки и видим, что здесь изменился дизайн меню настроек. Не очень существенно это, конечно, изменение видно, но, тем не менее, мне так нравится намного больше. То есть, значки стали покрупнее, такие поярче. Ну и, естественно, у меня сейчас включен темный режим. Итак, по поводу темного режима. Темный режим можно, как и раньше, было включить в меню экрана, в настройках. Вот здесь можно выключить, точнее, или включить. Теперь можно его еще включить по расписанию. То есть, например, вы включили с, ну пускай будет там, с 22 до 7 утра. У вас темный режим, в остальное время у вас обычный режим, то есть, белая тема. Если вы не хотите так, то можете просто выключить расписание, включить просто темный режим всегда. Также теперь темный режим, чтобы не лезть в настройки, там, разбираться, много искать, если вам это не нравится. Вы можете просто в шторке уведомлений найти вот здесь темный режим. Выключить его можете или, соответственно, включить. Теперь темный режим у нас присутствует во всех приложениях. То есть, например, тот же калькулятор. Вот, если у вас темная тема и калькулятор черный, отключаете темную тему, калькулятор у вас становится белым. То есть, во всех приложениях, даже в сторонних приложениях поддерживается темная тема. Например, если вы включите темную тему, темный режим, и зайдете в тот же Instagram. И вот Instagram будет тоже с темным режимом. То есть, весь фон задний будет темного цвета. То есть, большинство приложений поддерживает темный режим, и это тоже хорошо. То есть, это, ну, как бы такое улучшение глобальное, где темный режим присутствует во всех приложениях. И мне это нравится. И, ну, собственно, на AMOLED дисплее в Xiaomi Mi 9T Pro темный режим приветствуется. Потому что, когда у вас установлен темный режим, и там, где черный цвет, он просто не подсвечивается. Тем самым, вы тратите намного меньше электроэнергии. То есть, намного дольше продлеваете работу от батареи, от аккумулятора. Потому темный режим, это классно, и я его оставлю. Также прокачали Always On Display. Добавили много различных динамических тем. Заходите в настройки, активный экран и блокировка. Включаете активный экран, это значит, что Always On Display у вас будет включен. И вот стили можете поменять. Добавили очень красивые калейдоскопы. Вот такие вот очень красивые калейдоскопы. На самом деле, очень приятно, ну, типа, классно выглядит на дисплее. Здесь вы можете включать состояние батареи или отключать. Будет показываться у вас состояние или нет. И показывать уведомления или не показывать. Уведомления будут приходить, будут здесь показываться, но они будут неактивны. Не так, как в Самсунгах, то есть нельзя будет на них нажать и перейти в приложение, от которого пришло уведомление. Также добавили, например, аналоговые часы. Вот такие вот часики красивые можно выбрать. И тоже использовать. Когда экран заблокирован, будет такая вот штука показываться. И также добавили еще и подписи. То есть можно вот такие стандартные KeepColm and CarryOn, например, использовать. Здесь можно размер шрифта менять, жирность шрифта. Можно автоматически менять цвета, положение текста можно изменять, как вам угодно. Здесь тоже преднастройка. Можно, например, вот это удалить. И, например, написать вот такой вот текст, например, послание подписчикам. И изменить, ну вот такой вот, например, размер текста поставить. Ну и цвет поставим статический. Вот такой вот, например. Или даже вот такой вот цвет поставим. Применяем. И когда мы блокируем экран, у нас будет появляться Always On Display и вот такой вот текст. Можете, кстати, подписаться на канал, пока не поздно, если вы еще не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео от меня. Также, когда у вас включен Always On Display, вы можете установить красивую анимацию при уведомлении. Вот здесь нажимаете и можете выбрать вот такую вот синюю. Ритм называется пульс, например, выбрать. Или, например, звезды. Вот такие вот кружочки будут по краям высвечиваться, когда к вам приходит уведомление и у вас заблокированный телефон. Очень, в общем, тоже прикольная штука. Ну вот мне ритм, например, нравится. Синенькая. Под мой Always On Display подходит. Итак, посмотрим, как это выглядит. Также обновили немного внешний вид уведомлений в шторке. Заходите в настройки, выбираете уведомления, выбираете шторка уведомлений. И здесь можно включить уведомления стандартные, которые будут как на Android, или можно включить MIUI. То есть, какие вам нравятся, такие и устанавливают. И вот если я установил шторку уведомлений MIUI, тогда уведомления будут выглядеть вот таким вот образом. Можно, например, ну если будут парочку уведомлений, у вас будет парочку уведомлений. Можно их скрывать. Тогда у вас будет просто приложение, от которого пришло уведомление. И вот двумя пальцами можно вот так будет нажать и открыть. Открыть само уведомление, которое пришло. Если же вы переключаетесь на уведомления Android, тогда уведомления будут выглядеть вот таким вот образом. Не знаю, как вам удобнее. Лично мне, наверное, больше по душе уведомления стандартные от MIUI. Также в MIUI 11 на базе 10-го Android на Xiaomi Mi 9T Pro поработали над звуками. Звуки природы добавили для будильника, которые меняются в зависимости от времени суток. И также добавили новые звуки для уведомлений. Итак, заходим в настроечки звуки и вибрации. Вот здесь будильник. Можно выбрать мелодии будильника погода. И в зависимости от погоды будет меняться мелодия самого будильника. То есть, если будет, например, солнце, будет один будильник. Если будет пасмурная погода, другой будильник. Там снег, еще один будильник и так дальше. И они будут, ну то есть, данное приложение считывает погоду в вашем районе. И устанавливает вам звук будильника относительно погоды. В целом, интересные такие нововведения. Мне нравится такая штука. Ну и, например, звуки природы. Там волны, разные капельки и тому подобное. Тоже достаточно такие прикольные обновления. Со звуками поработали. Можно выбрать, который вам больше нравится. Звук будильника. Также поработали с звуками для уведомлений. И, в общем, можно, например, выбрать звуки природа птички. И вообще, каждый раз при новом уведомлении вам будет какой-то другой звук. То есть, какая-то другая птичка вам будет петь. Тоже достаточно таки прикольно. Также природа капли. Каждый раз будет разная капелька. Ну вот, капли, например, мне нравятся больше. Также вот такие есть колокольчики. Такие гитары. Ну, это, по-моему, такие были и раньше. А вот природы, звуки природы птички и капли, это обновили они. В целом, тоже достаточно такие прикольные обновления. Еще одна фишка, над которой поработали в MIUI 11, это Mi Share. Это аналог AirDrop'а для айфонов, например, кто знает. Это, в общем, приложение, которое используется для передачи файлов беспроводным путем. В шторке уведомлений, например, вы можете включить вот Mi Share. И поддерживаются устройства такие, как Xiaomi, Oppo, Realme и Vivo. То есть, не только Xiaomi, а и другие китайские бренды поддерживаются. То есть, можно и им будет отправлять через Mi Share. И вот, например, вы заходите в галерею. Вот у вас есть такая вот красивая картиночка. Если вы хотите отправить кому-то, берете, включаете вот здесь «Отправить». Вот здесь появляется устройство вашего друга, и на него вы можете отправлять. Также вы можете отправлять на печать сразу. Вот здесь нажимаете и отправляете на печать. Если у вас есть принтер, который поддерживает беспроводную технологию, тогда вы можете без подключения к компьютеру или без сбрасывания картинки на компьютер, вы можете сразу распечатать данные фотографии и подобрать там макет, подобрать количество копий, выбрать, например, бумагу, формат бумаги и нажать, например, выбрать черно-белая или лиценная печать. Ну, это в зависимости, какой у вас принтер вообще есть. Тоже, в целом, неплохо. Также вы можете отправлять на телевизор, как я понял. Только поддерживаются телевизоры только Xiaomi. На данный момент, ну, как я разобрался, потому что у меня смарт-телевизор Samsung, и, к сожалению, на него отправить фотографию я не смог. В общем, скорее всего, поддерживаются только Xiaomi-телевизоры. Но в целом тоже функция Mi Share удобная. Если у вас, например, в семье есть пару телефонов Xiaomi на MIUI 11, то вы можете легко и просто обмениваться файлами, данными каким-то, там, видеоматериалами и тому подобное, не подключая к компьютеру, не сбрасывая. Удобно сделали. Очень красивый визуальный эффект сделали, когда выезжает фронтальная камера. То есть раньше просто у вас подсвечивалась камера, там, красным или синим цветом, в зависимости от цвета телефона, корпуса телефона, а сейчас у вас подсвечивается дисплей. Вот таким вот это образом выглядит. Вот, например, переключаемся с основной камеры на фронтальную, и такая вот красивая подсветочка. И когда выезжает, и когда заезжает камера. Это все дело можно регулировать, можно как включать, так и отключать. Заходите в настройки, особые возможности, и здесь эффект фронтальной камеры. В общем, вот этот визуальный эффект можно отключать, тогда у вас не будет ни подсвечиваться камера, не будет ни вот этого вот визуального эффекта красивого. Ну и также можете управлять звуковыми эффектами, выбрать на свой вкус. Они не изменились. А вот этот вот визуальный эффект добавился очень-таки красивый. Также немного видоизменили шрифт и работу с размером текста. Ну, как все знают, в MIUI 11 на презентации было очень много упоминаний о том, что проработали, доработали шрифт, и теперь можно размер текста изменять, регулировать, как вам нравится. Заходите в настройки, здесь выбираете экран, и здесь выбираете размер текста. Системный шрифт, размер текста. Как вы можете видеть, вот такой вот шрифт, и можете под себя настроить размер этого шрифта. Очень много настроечек. Ну и, в общем, мне, например, нравится S, размер шрифта. Как бы он такой более-менее адекватный. Или можете, например, установить medium размер шрифта. Вот такой вот. Но, как вы можете видеть, ну, например, вот в контакте буква E перенесена на вторую строчку. Не очень прикольно такая вот штука, потому, скорее всего, можно поставить вот здесь размер шрифта S, и тогда, ну, в контакте будет нормально написано. Не будет буква E перемещаться на вторую строчку, что тоже в целом нормально. Обновление такое есть. Значки, например, можно изменить. Если вам не нравятся новые значки, которые в MIUI 11, а вы привыкли к значкам, которые в MIUI 10, вы можете изменить их. Зайти в темы, зайти вот сюда, зайти в значки и изменить из классики новые значки для этой вот темы на безграничность. Это вот старые значки будут у вас. Ну, или также вы можете просто тему поменять из классики на безграничность. То же самое будет. Вот кому как нравится больше. А мне лично, ну, и те значки, и эти значки не очень по душе, потому я всегда использую вот рабочий стол. Рабочий стол я использую Poco Launcher. Мне он как-то намного ближе и намного больше нравится. Использую значки от One UI. Кто не видел, можете посмотреть. Видео вот здесь будет в подсказочках. Видео, где я показываю, как установить всю эту штуку. Ну, это очень просто. В общем, вот здесь набор значков просто от One UI. Использую очень красивые. И они тоже мне нравятся намного больше. Такой вот вариант. Следующая фишка, которая достаточно-таки значительная. То есть обновление мне это очень понравилось. Это запись экрана. Запись экрана здесь очень сильно прокачали. Здесь очень много теперь стало настроек. Вы можете установить разрешение. Вы можете выбрать качество видео. Вы можете выбрать ориентацию. Можете источник звука. Например, системные звуки. Если вы играете в игру, будет записываться все звуки с самой игры. Можете использовать микрофон. То есть все, что вы говорите, будет записываться. Ну, или без звука. Также фиксированная частота кадров можете выбрать. Можете 60 FPS, чтобы все было плавненько выбрать. Также вы можете завершать запись при блокировке. Показывать касание и жесты. Показывать нажатие кнопок. Возврат на главную страницу. В общем, очень много настроек. И это очень и очень классно на самом-то деле. И кто активно пользуется данной функцией, может порадоваться, что теперь не нужно скачивать какое-то стороннее приложение. Запись экрана на Xiaomi улучшилась с MIUI 11. И очень много функций и настроек появилось. Еще одна прикольная фишка. Это то, что поработали над приложением заметки. В приложение заметки добавили задачи. И вы можете теперь добавлять, например, задачу. Например, купить молоко. Ну, пускай так будет. Вы можете установить напоминание, когда вам нужно использовать эту задачу. Также вы можете зайти вот здесь на три точки нажать. Зайти в настройки. И, например, вот включить использовать инструменты. И, например, включить игнорировать режим без звука. Даже если у вас будет включен режим без звука, тогда вам напоминание все равно придет. И будет как бы громко напоминать, что вам нужно сделать данную задачу. И вот первая настройка тоже прикольная. Если у вас вот так вот вы просто на рабочем столе, вы можете за вот эту вот полосочку смахнуть и сразу открыть задачи, которые вам надо сделать. Ну, например, за сегодня вам надо там сделать 10 задач. Вы, не открывая никакое приложение, просто смахнули вот эту вот шторку. И знаете, какие вам задачи надо сделать. Когда вы сделали данные задачи, отметили галочкой и все. Она убралась в самый низ. То есть то, что вы, например, сделали данные задачи. Вот так вот. В целом тоже очень прикольно. Достаточно-таки удобная функция, на мой взгляд. И последняя, пятнадцатая фишка на сегодня, которую я нашел, это работа с музыкой. Заходите в приложение «Музыка». И в данном приложении, вот, например, открыли песенку, да, играет песенка, пускай. И можно вырезать в данном приложении фрагмент песенки и установить ее на звонок. Понравилась вот эта вот песня. Вы нажимаете в три точечки, ну, то есть настройки, редактор мелодий. И вырезаете фрагмент песни. То есть, ну, например, припевчик. Сделаю немного тише, чтобы не орало. Вы берете вот так вот. Вот такой вот фрагмент выбрали. Можете. Можете прослушать, что вы выбрали. И можете сразу установить данный фрагмент на звонок. То есть, когда вам кто-то будет звонить, будет играть не вся мелодия, а данный фрагмент. Очень прикольно. То есть, вам не нужно скачивать, например, музыку данную на компьютер. На компьютере обрезать. И дальше пересылать себе на телефон и устанавливать только вот эту обрезанную версию. Вы можете все сделать без компьютера. Очень удобно, очень легко и очень просто установить данную вот музыку, которая вам понравилась. Данную мелодию, которая вам понравилась на звонок. Вот такие вот 15 фишек на базе MIUI 11 для телефона Xiaomi Mi 9T Pro нашел я. Кто тоже обновился уже до MIUI 11 и нашел еще больше каких-то фишек, Обязательно пишите в комментариях и делитесь с людьми, чтобы многие узнавали о новых обновлениях и фишках. Кому данное видео понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был я, Виктор. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok